Когда Лилия Кучеренко оформляла ипотеку на покупку жилья, материнский капитал стал первоначальным взносом. Так семья из четырех человек, ютившаяся в маленькой квартире у родителей, обрела собственные стены. Их не пугал даже ежемесячный платеж в 28 тысяч рублей. Никаких проблем не возникло. Перевели быстро, сразу. Просто пришла в пенсионный фонд, написала заявление, предоставила все документы и пенсионный фонд уже перевел деньги. Затем большую часть кредита удалось погасить по программе «Молодая семья». А когда родился третий ребенок, Кучеренко получили еще 450 тысяч на погашение ипотеки. Теперь, когда они платят за кредит 6 тысяч рублей в месяц, задумались о ремонте. Уже решили, что самую большую комнату отдадут сыновьям, их двое. А дочка разместится в этой маленькой, но уютной комнате. По закону, при покупке квартиры на средства мат-капитала доли в ней должны быть выделены всем членам семьи. Но в случае приобретения жилья в кредит действуют иные правила. Пока квартира находится в ипотеке, у нее есть обременение со стороны банка. То есть доли мы никому не выделяем. Собственником иду я одна. После того, как мы выплатим ипотеку, мы обязуемся выделить всем членам семьи доли. Специалисты говорят, у тех, кто покупает недвижимость на средства мат-капитала, есть не только права, но и обязанности. Одна из которых – выделение долей каждому члену семьи. В противном случае сделка может быть признана незаконной. Законом предусмотрена возможность оформления права собственности сначала на одного члена семьи. Но в дальнейшем у нее возникает обязанность выделить доли всем остальным членам семьи – детям, супругу и так далее. Когда возникает эта обязанность? С момента покупки жилой недвижимости она возникает сразу и действует в течение шести месяцев. То есть он должен в течение этих шести месяцев переоформить на всех членов семьи. Если использовались кредитные средства, то, соответственно, с момента погашения кредита и внесения соответствующей записи в единый государственный реестр недвижимости, возникает шестимесячная обязанность для того, чтобы оформить на всех членов семьи. С 1 января 2020 года получить маткапитал можно и при рождении первого ребенка. Причем действует беззаявительный порядок оформления сертификата. При регистрации ребенка в ЗАГС информация о его рождении автоматически поступает в Пенсионный фонд России. В течение пяти дней родителям выдается сертификат на право получения капитала. Его можно потратить на накопительную часть пенсии мамы, на образование детей, на адаптацию ребенка-инвалида. Но чаще всего родители используют его при покупке жилой недвижимости. Купить можно не только квартиру, но и дом, а также потратить средства на реконструкцию уже имеющегося дома. Дом должен быть расположен на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. А начиная с 2020 года, также и дом может располагаться и на садовом земельном участке. При этом на средства мат-капитала можно купить только сам дом, но не землю, на которую он построен. При покупке дома, как правило, покупается земельный участок, который на нем расположен. Но, как мы с вами уже сказали, средства материнского семейного капитала, они целевые и могут быть использованы только для покупки жилой недвижимости. Поэтому в договоре важно разделить и указать суммы, которые используются для покупки как минимум двух объектов – дом и земля. То есть на дом мы используем средства материнского семейного капитала, для покупки земли могут использоваться собственные средства, кредитные и так далее. Любые другие, но не материнский семейный капитал. Внимательными нужно быть при покупке квартиры в домах старой постройки. На средства мат-капитала нельзя купить жилье, находящееся в доме признанным аварийным. Уточнить статус можно, заказав выписку из единого Росреестра. Если дом признан аварийным, то семья не сможет потом рассчитывать на получение другого жилого помещения. Она получит лишь компенсацию, причем в размере которой потратила на покупку жилья и не более того. В этом году произошло нововведение, согласно которому все сведения о том, что жилье признано аварийным, органы самоуправления обязаны внести в единый госреестр недвижимости до 1 июля текущего года. Купить на средства мат-капитала можно не только квартиру, но и комнату в коммуналке. В этом случае обязательно нотариальная сделка. Люди могут покупать за счет средств материнского семейного капитала не только квартиры, жилые дома, но и комнаты в коммунальных квартирах. И очень часто эти комнаты в коммунальных квартирах оформлены как доля в праве собственности на всю коммунальную квартиру. И вот здесь действует требование обязательного нотариального удостоверения этой сделки. На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 524,5 тысячи рублей при рождении первенца, 168,5 тысяч рублей при рождении второго, если получал средства на первого. Если на первого ребенка маткапитал получен не был, сертификат будет выдан на 693 тысячи рублей. Программа действует до 2026 года.